Сюда никак. Ну и ладненько. Всё, с этой пещерой закончили. Пойдём на улицу. Блин, а там, кстати, потемнело. Как быстро. Оу, святые угодники! А ну стоять, альтеранка! Ты перешла границы. Я не альтеранка. Тогда твоё положение вдвойне шаткое. Что ты имеешь в виду? Если ты говоришь правду, значит ты спятила. Если ты лжёшь, то ты поплатишься. Подожди! Кто ты? Держись подальше от моей территории. Блин, ну почему я пришёл сюда ночью? Умут женщины в экзокостюме удалось отследить. Насколько позволяют мои технологии? Местоположение сигнала загружается в КПК. Кажется, я на этой планете далеко не одиноко, как ожидала. Станция Дельта. Мы прибыли. Крутая тётка. Очень крутая. Надеюсь, тебе понравился её эпический выпад. А вообще, постоянно приходится искать годные игры, чтобы тебе было интересно смотреть. А тут подвернулся Корр! Обожаешь рубиться в разные игры с дуганами, путешествовать по мирам или создавать эти миры сам? Ведь каждый второй мечтает сделать свою игру. Тогда добро пожаловать в Корр! Онлайн-платформа, где твои желания сбываются. Не нужно тратить кучу времени на установку игр. Просто создай самого себя в виртуальном мире и выбирай свой любимый жанр. РПГ, адвенчуры, симуляторы, тайконы, гонки и многое другое ждёт тебя во вселенной Корр. Тебе лишь нужно нажать на кнопку «Плей». Так что тонна игр на движке Unreal Engine, где классная графика и великолепная физика, ждёт тебя совершенно бесплатно. А также, не забывая, что ты можешь всегда пополнить копилку этих игр своей игрой, попробуй инструменты Корр для создания карт. Всего 10 минут, и твой замок может увидеть весь мир. Все ссылочки на Корр внизу под видео, в описании. Так-так-так, что у нас тут в этой коробочке? О, комната сканирования! На самом деле, по мне, так это бесполезная комната, потому что по оригинальной игре она мне вообще не помогла. Пойдём, короче, внутрь, и потому что я уже потихонечку замерзаю. А ещё мне, блин, фонарик понадобился бы. О, ещё один, КПП. А, насчёт фонарика, чё я туплю? У меня же есть вот такой фонарик. О-о-о-о, сигнал потерян, у меня, короче, что-то глючит этот глайтер. Блин, сколько отсканировать тут всякого можно? И тут, в принципе, темно. Э-э-э, тепло. Темно, спасибо, КПП. Конечно, темно. КПК Альтеры. Надо почитать кучу журналов, которых я подобрал, потому что там много всякого интересного. Кофе не работает, а жалко. Очень жалко. О, кровати, кровати. И вот он, мореход. Забираем плакатики. Думаю, что в скором у нас такой же будет мореход. Открыть бритвенный набор. Прикольно. Взять бритвенный набор Фреда. А, это комната Фреда была. КПК Альтеры. Вон Фред, усатый такой. Теперь мы понимаем, зачем ему набор для бритья. Здесь у нас что? Всё, вроде бы я всё собрал. Вот что-то там ещё есть. Плакат, инвентарь полный. А-а-а, инвентарь полный. А, ну давай пожрём. Вот это всё сожрём, ладно. Ой, я это всё выкинул. Ну да пофиг. Журнал и сообщение. Пернатое проклятие. Плакатик забираем. Если чё, я буду знать, что тут есть еда. Всё, переходим к сканированию. Будем сканить одеялко и кроватку. Теперь кровать Джереми. Переходим к стульчику. Шкафчик можно отсканить? Во, можно вот эту модификационную станцию отсканить. Так, так, так. Полка. Пойдёт. Чашечку кофе? Нет. Вот эту полочку? Нет. Взять орех не надо. Что ещё? Что ещё? О, вот эта вот полочка. Кстати, а чего я не собрал вот этот плакатик? Надо забрать. Всё, вроде бы здесь всё отсканировал. Опа, где многоцелевая комната. Её можно отсканировать. Конечно, отсканим. Всё, комнату отсканировали вот эту. Здорово. Пойдём теперь. Фред Лошанс. Лошанс. Буковку А поменять на О и будет отличная фамилия. Карта есть? Сканим. Нифига себе. Ты посмотри. Тут, кстати, точки обозначены. Карта пригодится. Я смогу найти дорогу до центра робототехники Фи, где работала Сэм. Прикольно. Фрагмент музыкального автомата. Ты посмотри, у нас будет музло. Круто. Офисный стул. Кстати, тут тепло, но окно разбито, смотри. По идее, тут должно быть холодно. Барный стол. Всё, здесь мы тоже всё отсканили. Вроде бы я ничего не упустил. Жалко, вот эта штука не работает. Пойдём наружу. О, уже расцвело. Шикардятина. Ещё раз сканером тут пробежимся, посмотрим, может я что смогу отсканить? Взять снег. Зачем снег? Прикол. Подожди, я что, кидаться им могу? У меня там какая-то сетка ещё появилась. Ты видел этот глюк? Как будто ножик перевернул сам себя и хотел его метнуть. Ладно. Попробуем покидать. Его можно кидать вообще? Ха, забавно. Его можно кидать. Круто. Только не видно, как он... Угу. Не видно, как он, короче, рассыпается. Вот здесь вот лежит инструмент. Фрагмент строителя. О, строитель. А, у меня строитель собран уже. Ну ладно. Ну получается, что нам теперь остаётся только идти... О, вот ещё жилая модуль, смотри. Открываем. А это чья комната? Эммануэль Дежарден. Француз какой-то. Неплохо, обставлено. Наверное, это кто-то из высших чинов. Ну да, кстати, прикольненько. Взаимодействовать. О, я эти шарики помню. Забавный. КПК забираем. Сэм на самом деле действовала на нервы начальства. Не думала, что она на такое способна. Давай вот горшочек ещё отсканим. Кроваточку. Кровать Эммануэля. Именная табличка тоже отсканим. Пойдём. О, аквариум. Аквариум. Можно будет потом яйца тут разводить. Пойдём сюда. А что тут было? Что можно было отсканировать? Что-то можно было отсканировать. Я что-то вот так вот шёл, шёл, шёл. Во-во-во-во-во-во. Обсерватория. Конечно, сканировать. Она мне пригодится. Я в прошлой, в оригинальной игре, эту обсерваторию на самый верх поставил. У меня был панорамный вид. Шикарный. Ещё КПК Альтеры. Стул, стол. И... Во. Гошок можно отсканировать. Здесь у нас всё. Вроде всё собрано. Плакатик. Ничего себе плакат контрабанды. Как это вообще возможно? А, вот он. Мотивационный плакат. Сосредоточься. Так, посмотрим. Что там на нём? Даже, наверное, на стенку сейчас его наклею. Чтоб разобраться. Что ж там такого-то в нём? А, прикинь, его здесь не повесить. Ладно, на полу посмотрим. Подсветочку, пожалуйста. Пожалуйста, подсветочку. Он его не подсвечивает. Короче, просто написано фокус и капля воды. И всё. Какой-то бред. Ладно, пошуршали отсюда. По снегу. Идём к радиомаяку. Сумки у нас перегружены. Мы взяли всё, что только возможно. Так что... Что это? Что? В смысле, что? Это радиомаяк. Чё, первый раз видишь такие? Это даже, я бы сказал, там спутниковая тарелка вон есть. Связь с космосом. Там, все дела. Можно что-нибудь отсканировать? Давай радиомаяк отсканим у себя на базе. Поставим такой же здоровенный. Вроде бы ничего. Тут отсканить нельзя. Кстати, радиомаяк этот выглядел по-другому. И тут раньше была ракета, которую мы запускали. Точно. Ракета была. Вот это поворот. Ракету убрали. Поставили радиовышку. Хо! Вот столик. Тут ничего не сделать. Можно что-то нажать. Отчёт о состоянии. Спутниковое наблюдение активно. Ну, давай отчёт нажмём. Всё в КПК скопировалось. Хорошо. Мы очень сильно замерзаем. Блин, погреться бы. Погреться бы. А, вон КПК, кстати, есть. КПК возьмём. Хорошо. Отогрелись. Теперь быстрее бежим к маяку. Нужно залезть на второй ярус. И посмотреть, нет ли там чего ценного. А там вон есть компьютеры. Смотри. Это означает, что мы можем залезть в мозги этого спутникового маяка. Сейчас попробуем это сделать. Хопа. Мы наверху. Я как скалолаз. КПП ещё один валяется. Порт модуля тестового режима. И зачем это нам? Скан, скан, скан. Нет, скан нам не поможет. Сюда что-то нужно воткнуть, скорее всего. И я даже знаю, кто этот порт модуля стащил. Скорее всего, это та женщина в экзокостюме. Ладно. Пойдём зайдём в жилой модуль и почитаем наш КПК. Вот она карта. Она у нас теперь есть в КПК. Мы её как бы сфотографировали, грубо говоря. Что мы тут имеем? Станция Дельта. Мы сейчас находимся на ней. Штаб миссии, связь и логистика. Центр робототехники ФИ. Блин, ну вот, ФИ, вот это вот. Инженерная и робототехника. Аванпост 0. Ксенобиологическое исследование. Это вот здесь вот, скорее всего. Мы здесь были, когда только играли в ранний доступ игры. Мы по нему, поэтому ванпост убегали. Что дальше? Шахта Копа. Раскопки минералов. Шахта Копа. Скорее всего, это вот здесь вот. Раскопки минералов под водой. И лаборатория Омега. Биологическое исследование. Омега у нас вот здесь вот. Все. Эта лаборатория, кстати, засекречена. Лаборатория Омега. Очень интересно, что же там разрабатывали. Идем дальше. Персонал Альтеры. Фред Лошанс. Вот как он выглядел. Что о нем известно. Айти, курьер и специалист по техническому обслуживанию. Подчиняется Эммануэлю Дежардену. Текущий проект. Разная. Личность ра-та-та-та-ла-ба-да. Эммануэль Дежарден. Выглядит вот так вот. Это ученый какой-то. Сотрудник отдела кадров и коммуникации. Блин. А что он тут делает? Подчиняется штабу Альтера. Ясно. Ничего интересного. Просто посмотрели на чуваков, которые жили в жилых модулях. Высё. Журнал мы изучили по-быстренькому. Всё, что нужно было и всё, что важно. О, можно отсканировать. Можно отсканировать эту штуку. А я тупил. Что, что я сюда вернулся? Всё, ништяк. У меня будут такие магнитики теперь на своей базе. Надо покушать и отправляться, пожалуй, домой. Съедаем батончик. Я его, походу, выкинул, да. Съедаем батончик, пьём водички. И всё, и чешем отсюда. Ну что ж, прощай, остров. Я поплыл к себе в маленькую жилую капсулу. Ух, ёмы. Ой, 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 ой. Вот это я выплыл, так выплыл. Ёдрён батон. Не ешь меня. Какой злобная рыба. Давай попробуем его отсканить. Криптозух. Зовут эту рыбину. Давай почитаем про неё. Смотри, какая она. Какие у неё зубы. Ух, жуть. Криптозухи. Крупные, похожие на акул-звери. Легко узнаваемые по панцирю из тонких костяных пластин. Ну да, тут вот они. Поведение криптозуха. Несколько противоречивое животное. Несмотря на пугающий вид, он больше рычит, чем кусается. А, понятно. Поэтому он меня не сажал. Является территориальным существом. Криптозух, тем не менее, обычно отступает из драки, если его единожды ударить. Вероятно, это является формой неуверенной демонстрации позиций. Агрессивная фауна имеет тенденцию избегать драки, если вероятность ранения слишком велика. Вот так-то. То есть, это такая большая массипусечка. В принципе, его бояться не стоит. Так, что там еще? Оценка избегать, но при необходимости можно справиться. Вот, что написано про него. Что ж, продолжаем наши плавучие приключения. Ну, выглядит он, конечно, и орет очень так, злобно. Но, как мы узнали, он очень добренький. Добряш такой, с косточками. Вид только делает, что он очень агрессивный. Ой, да тут у вас целых два. Видимо, самец и самка. Опа-на, смотри, что это такое. Какой-то провод мерцающий. Останки от чего-то. Давай, сплывем кислороду, наберем и посмотрим. Тут, короче, пингвин и какая-то база. Молния так сверкает. Какая-то плавучая база. Ладно, зайдем через воду. Ого, там еще и внизу он что-то есть. Удачно заплыл. Интересно, вот эта штука меня током убьет? А-а. Не, а, не, бьет, 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 бьет. Фига. Нормально так бьет. Короче, это решетка для наблюдения за акулами. И для других хищников и прочей всякой нечищей. Тут, видимо, исследовали опасных рыб. Что имеем? Это что такое? Фрагмент детектора минералов. Ну, он у нас уже собран. Микроскоп навороченный. Смарт-микроскоп. Батарея. Компьютеры. Ну, короче, стационарная лаборатория. Сигнальная ракета внутри. Здесь что? Батончик. Тут больше ничего не открывается. Куча батарей. И все. И как бы больше ничего. А, это знаешь что, скорее всего? Тут, наверное, скорее всего они наблюдали за пингвинокрылыми. Когда делали робота-пингвина. Скорее всего. Потому что вот тут льдино. И тут очень много этих пингвинокрылок. Пойдем попробуем их, кстати, отсканировать. Я не помню, сканировал я их или нет. Какие милашные пупсички тут. Отсканем. Взял пингвинокрылок. Ксев в карман положил. А если он кусается. Воу-воу-воу. Вот ты и кусается. За ребеночком своим пришли ребята. Ребята, смотрите, кто у меня в руках. Какие у него там зубы-то, а? Ты посмотри. Вон, смотри, он рот открыл. Смотри, какие у него там зубы. Ужас. Ладно, отпустим его. Иди гуляй. Сплавим сейчас вон туда. На дно. Поглубже. 2% заряда у глайдера. Это нехорошо. Сейчас посмотрим, что мы тут имеем. Медикаменты. Водичка. И вроде бы как все. Ящики пустые. Слышу вдалеке звук сос. Скорее всего мы где-то тут рядышком плаваем. С инопланетной всякой... А, ну да, вон он мой маяк НЛО. Так что мы тут рядышком где-то плаваем. Мы прибыли домой. Ой, в мой уютный панцирь. Ну что? Личные записи. Ну как бы я планировал. Планировал построить подводное транспортное средство. Улучшение. Вот, мореход. Точнее, это улучшение для морехода. Модуль глубины погружения. А мне нужен сам мореход. Сейчас попью. Не дают мне разобраться тут. У меня, короче, рыба в карманах была. И она испорчена уже. Надо будет ее выкинуть. Не забыть. Прямо сейчас это и сделаю. А то забуду же. Вот так вот. Может кто съест их. Ну все, теперь посмотрим, что мы можем сделать. И так. Водостойкий контейнер нам не нужен. Нам нужен переносной сборщик транспорта. Мы его еще не дособирали. По поводу снаряжения. Нам нужен термос. Мы можем сделать термос. Теплоизолированное хранилище для напитков. Подожди. Давай сделаем. То есть, когда я подходил к кофейному аппарату, может быть, я должен был иметь термос. И тогда бы мне в термос набирали бы кофе. Надо будет потом попробовать. Но термос зачетный. Делаем сейчас себе батарейку для глайдера. Заряжаем его. И поплыли добывать серебро. Потому что без него никуда и никак. Кстати, мне еще в комментариях писали, что вот эти бычьи глаза можно резать. И есть. Сейчас проверим. Срезали. Давай посмотрим. Кусок глазняка. Еда плюс 8, вода плюс 3. Неплохо. Очень неплохо. Даже готовить не надо, как рыбу. Что, здорово. Ну все. Меняем батарейку на глайдере. Где глайдер-то у меня? Глайдер, глайдер, глайдер. Меняем батарейку. Пока плыл, нашел фрагмент сборщика транспорта. Да неужели? Все. У нас переносной сборщик теперь имеется. Точнее, чертеж имеется. Нужно будет его всего лишь построить. Это отличнейшая новость за сегодня. Ищем теперь серебро. Включаем фонарик. Серебро, серебро. Но где же ты у нас? Почти на 200 метров спустились. Но желательно туда не спускаться. Потому что будет бобо по кислородному голоданию. Нашел клавериту. Давай это сканем. Возможно, в ней есть серебро. Я уже подзабыл. Но я думаю, что это медь. Это была медь. Черт. Оказывается, я доплыл до маяка с НЛО. Вот они, останочки. Мерцают. О, тут есть проходик. Ну, поплыли. Смотри-ка. Это, короче, останки архитекторов. Ну, архитекторы это по прошлой игре, по оригинальной еще их так называли. Инопланетных существ. И тут есть маяки. Смотри, они прям ведут куда-то нас. Ну, давай сплаваем. Посмотрим, куда они нас приведут. Надо поглядывать по сторонам. Может, тут в пещерах есть серебро. Опа. Ну что ж, на сегодня это все. Мы добрались до инопланетной базы. А что будет в ней, ты узнаешь в следующем видео. Поэтому не забудь поставить лайк этому видео и подписаться, чтобы не пропустить следующего. А также не забудь про онлайн-платформу Кору. Все ссылочки я оставил в описании внизу. Ну все, пока. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok